А вот сегодня будет по-настоящему крутой скринкаст про AI. И после него мне можно уходить на пенсию. Проект Koos запускает восстание машин. Пока это выглядит просто как проект, где вы можете использовать GPT-4 Turbo бесплатно. Ну, мелочь. GPT-4 Turbo бесплатно. Но потенциал тут какой-то космический. По сути, Koos — это конструктор чат-ботов. AI-чат-ботов. Открытый, бесплатный, с возможностью расшаривать свои наработки. А если кто-то может делиться, значит вы можете это использовать. Бот легко интегрируется в большинство популярных платформ. И вот такая нейронка с доступом в интернет и, например, возможностью генерить картинки в дали 3. Живет у меня теперь в Telegram. А под капотом у нее GPT-4 Turbo. Я не верю, что это возможно. Где-то здесь подвох. Но это работает у меня и заработает у вас через пять минут. Заходим на koos.com. Регистрация простая и достаточно гугл аккаунта. Для пользователей из России сервис, насколько я понимаю, доступен. Это тоже стало большой редкостью. Окно приветствия с инструкцией, как создавать бота. Но инструкция нам не нужна, потому что создается он в один клик. Create bot. Bot name это для вас. Тут описание и картинка. Кстати, картинку можно тут же и сгенерить. Вот это круто. Ну вообще логично, если тут далее под капотом. Нормально. Подойдет. И, собственно, все. По сути, вот он ваш персональный GPT-4, который легким движением руки превращается в GPT-4 Turbo. Не думаю, что кто-то выберет здесь GPT-3 и 5. Ну, в общем, здесь выбор модели. Температура — это условно уровень креативности. Если поставить на ноль, бот будет похож на диктора советского телевидения в 1982 году. Максимальное количество токенов в ответе. Токен — это в среднем четыре символа. При этом, если выставить минимальное значение, нейросеть не будет более лаконичной. Просто будет обрываться на полуусловие и возобновлять свое повествование после того, как вы ей скажете «продолжай». И раунды диалогов, которые она помнит. Чем больше, тем глубже она будет погружена в контекст беседы. Итак, когда я сказал, что все — это действительно значит все. Вы уже можете использовать GPT-4 бесплатно, поскольку бот живет здесь. Это типа для отладки, но ничто не мешает вам пользоваться этим просто, как вы пользуетесь GPT-4 за 20 долларов в месяц. По-моему, так это сейчас стоит. И уже здесь вы можете начать колдовать. Потому что это окно персонификации нейросети. Тут вы можете создать ей условный образ. И можно это сделать достаточно точно. Но я не буду заморачиваться, пусть это будет просто Эмили. Но если вам нужен, например, продавец-консультант в отделе бытовой техники, или преподаватель английского, строгий, но симпатичный, вы все это можете здесь прописать. Кроме шуток нейросеть вполне реагирует на то, что вы тут ей напишите. Ой, перепутала. Действительно. Эмили же. Так, то, что происходит на ваших глазах уже чудо. Но дальше будет происходить просто чудо-чудное. Нажимаем паблиш и вот, собственно, платформы, с которыми сейчас интегрируется Коус. Тут даже есть какие-то незапрещенные пока. Тут комментарии к релизу. Укажем, как большие, что это версия 1.0. И публиковать мы его будем в Telegram. Не работает. А что случилось? Сначала нужно настроить конфигурацию. А для этого нам нужен бот-токен. Я думаю, многие знают, где его взять, но все равно покажу. Тем более, что это недолго. Вам нужен отец всех ботов botfather. Стартуем. И тут команда newbot. То есть создать нового бота. Имя. И еще раз имя. Точнее, юзернейм. Оно обязательно должно заканчиваться на бот. Все. Бот создан. И вот это тот самый токен. Мы его копируем. Никому не показываем. А то у вас бота уведут. И вставляем вот сюда. Сейв. И почти готово. Теперь появилась возможность поставить тут галочку. Не появилась возможность опубликовать. Потому что вот здесь нужно выбрать, сделать ли его доступным в бот-стору. Ну то есть расшарить ли для других участников сообщества. Тогда нужно выбирать категорию, но я расшаривать не буду. Все для меня. Паблиш. И все. Можно скопировать отсюда линк. Ну в принципе у вас бот фазер открыт. И можно перейти к боту из него. Вот. Здоровается. По-английски. Ну она быстро перестроится. Да. И посмотрим, сработала ли наша персонификация здесь. Да. Эмили говорит. Чем займемся? Отлично сработало. Ну то, что мы сейчас проделали уже выше всяческих похвал. Но это только 20 процентов того, на что способен Коуз. И в следующем видео мы продолжим с вами удивляться тому, до чего дошел прогресс. Не пропустите. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. А это говорю вам я Вова Ломов и теплица социальных технологий.